На прямой связи со студией журналист из Израиля Михаил Гуревич. Господин Гуревич, здравствуйте. Здравствуйте. Каждый день сопровождается новыми кадрами с Израиля, в том числе новые кадры начали появляться с юга Израиля. Что происходит прямо сейчас? Есть ли обстрели израильской территории? Минометные обстрелы израильской территории фактически не прекращаются. КамАЗ ведет обстрел районов, прилегающих в первую очередь город Ждерот. Обычно в другие операции он вел обстрелы и кибуцов, таких сельскохозяйственных поселений, которые прямо примыкают к территории сектора. Но сейчас там банально никого нет, потому что после той бойни, которую устроили террористы, люди выехали из своих поселений, сейчас находятся в центрах реабилитации, и в этих поселках просто невозможно жить, потому что они сожжены и уничтожены. И как бы представители этих поселений заявляют, что они готовы вернуться и восстановить свои поселки после войны, если государство будет гарантировать, что больше не будет таких обстрелов, и больше не надо будет строить бомбоубежище в виде домов. Можно будет обойтись каким-нибудь маленьким, скажем так, бомбоубежищем. Цифры погибших у нас, 1200 погибших более, еще нету окончательной оценки, и около 3000 раненых, надо сказать, что со вчерашнего вечера цифры не изменились. Другое дело, что впервые в Израиле эти цифры не абсолютные, а оценочные, потому что мы до сих пор не можем попасть в некоторые районы Израиля, которые находятся под обстрелами, для того, чтобы причесать территорию и понять, все ли тела людей убраны, все ли уже собрано. Соответственно, 180 солдат, судя по всему, погибло, более 180 солдат погибло, начиная с 7 октября. И подтверждены 81 заложник, но считается, что их у террористов от 130 до 200, и среди них граждане, в общем, десятка стран, точнее, израильтяне с двойным гражданством, потому что многие израильтяне с российским гражданством, или если их предки когда-то жили в Германии, Венгрии, Франции, были незаконно лишены паспортов во время Холокоста, то сейчас правительство возвращает им гражданство, и таким образом многие, как из погибших, так и из раненых, и, безусловно, заложников, являются, в общем-то, двойными гражданами правительства. Вторых стран предпринимает свои собственные усилия для того, чтобы бороться за их освобождение. Нужно сказать, что сегодня действительно, как вы упомянули, пребывает госсекретарь США Энтони Блинкен, и с ним приезжает Стивен Гиллан, это посланник правительства, США по делам похищенных, которые будут работать с израильскими службами для того, чтобы работать именно по освобождению заложников. Кстати, я не знаю, сообщали вы или нет, ночью была распространена видеозапись Аль-Джазиры, на которой изображены кадры женщины и двух детей, которых вроде бы отпускают. Но, как выяснилось, это, в общем-то, старые снимки, буквально 7 октября, когда всех захватывали, некоторых они отпускали. Уже известно, что это Авито Аль-Джама, и дети 4,5 месяцев и 4 лет, два ребенка, которые не ее дети. Вот, соответственно, вот теперь террористы пытаются оправдаться, заявляя, что якобы они не захватывают и не убивают мирных детей, мирных граждан, то есть детей и женщин. Но, к сожалению, реальность опровергает это. И, как известно, с точки зрения Хамаса, все издалитяне с нуля и до 90 лет являются военнослужащими, то есть, как бы, комбатантами, с точки зрения. Вот, например, опять же, мы знаем точно, что в поселении, когда террористы 7 октября захватывали, вот, пришла информация буквально вчера, что в Кибуцеке-Суфим террористы вытащили из бомбоубежища 90-летнюю Джину Смятич, дотащили ее до салона и убили. И это к вопросу о том, что они делают с мирными людьми. Господин Гуревич, мы вас благодарим за ваши ответы и напоминаем нашим зрителям, что о прямой связи о ситуации в Израиле рассказал журналист Михаил Гуревич. Продолжение следует...